У меня уже выходило видео о кастомизации примера, как его интерфейс удобно настроить под себя. Кайфово, что многим моя раскладка панели понравилась, вы писали об этом в комментариях, а если вы это видео не видели, то ссылка будет в описании и вот здесь в углу заценивайте. Сегодня будет схожая тема кастомизации, но уже хоткеев. И именно о кастомизации, потому что стандартная раскладка охватывает не все часто используемые функции. Вообще то, насколько хорошо настроены ваши хоткеи, влияет не только на удобство работ, но и на скорость монтажа. Задача такая, нужно повесить функцию, которую ты прокликиваешь мышкой на клавиш. Давай ролик построим так. Я буду говорить о самом часто используемом функционале, то, как он настроен в стандартной раскладке, или не настроен вовсе, и то, как он настроен у меня. Открывай пример. Вся настройка находится здесь. Edit Keyboard Shortcuts. И самое крутое то, что ты можешь свою настройку сохранить в пресет и перемещать его от компа к компу, от премьера в премьер, а не постоянно настраивать одно и то же. Удобно. Кстати, по ссылке в описании, внизу, ты можешь найти мою раскладку, ее скачать себе, установить. И вообще-то много интересных ссылок. Переходи, заценивай. Начнем с базы. У нас есть панелька Tools, и тут нужно просто запомнить. V — это курсор. Какой бы ты инструмент ни выбрал, можно вернуться на курсор этим хоткеем. Это самый базовый инструмент для работы с таймлайном. Перемещать файлы, растягивать и так далее. Клавиша A. Этот инструмент выделяет все, что находится справа от мыши. Очень удобно. Когда проекты сложные, много разных слоев, и чтобы не выделять все, и не бояться, что что-то пропустишь, просто выбираешь A и выделяешь нужный фрагмент. Ripple Edit Tool. Hot KB. Я этой штукой не пользуюсь, мне неудобно. Эта штука позволяет укоротить или увеличить какой-то отдельный слой, а остальные слои слева или справа примагничивает. Например, обычное изменение длительности через V такого не дает. Это инструмент подгонки шотов, например, чтобы найти лучшую фазу конца шота, подрезать там на пару кадров и не двигать при этом всю конструкцию. Это удобно в очень ограниченных случаях. В основном я пользуюсь кнопками Q. Это команда Ripple Time Previous Edit to Playhead. Означает, что ты подрезаешь ту часть шота, что находится слева от ползунка. Другие шоты примагничиваются. Это удобнее. Ты не держишь мышку зажатой, пытаясь найти там нужный кадр, двигая ее влево-вправо. А кнопка W это команда Ripple Trim Next Edit to Playhead. Все то же самое, но слезает правую часть шота от ползунка. Rolling Edit Tool, он же Hot K N, вообще не пользуюсь. Увеличивая или уменьшая таким инструментом слой, ты продлеваешь или укорачиваешь соседний слой, что очень тупо, потому что когда ты выбираешь нужные фазы шотов, этот инструмент просто его растягивает. Дальше R. Очень часто использую. Она позволяет растягивать слой по скорости. Вытягивая, замедляем. Стягивая, ускоряем. Кстати, тут на ускорении я также сделал Hot K N на панель, которая вызывается правой мышью по слой и выбрав Speed Duration. Здесь настраивается скорость в процентах, реверс и всякие разные режимы. Часто пользуюсь, поэтому прокликивать мышью обломно. Я ее посадил на клавишу S. По умолчанию эта клавиша отключала магнит, и это очень меня раздражало. Когда случайно вместо сохранения Ctrl S ты нажимал просто S, а потом файлы не склеивались. C это Crop, то есть лезвие, чтобы разрезать нужные нам слои. Этим инструментом я все реже пользуюсь, заменяя на сочетание клавиш Ctrl плюс Q или Ctrl V. Эти кнопки режут слои, которые находятся в данный момент на playhead, то есть ползунки на таймлайне. Это нестандартная комбинация, их нужно создавать. Заходим в панель Hot Cave, ищем команду Add Edit, и на нее вешаем Ctrl V. Это сочетание разрезает выбранный шот в месте, где находится playhead. На команду Add Edit to All Tracks вешаем Ctrl Q. Эта команда разрезает вообще все слои, которые находятся в месте playhead. Опять же, я рассказываю про команду, а вы уже можете ее перенастроить на любую нужную вам комбинацию. Если мы говорим о работе с таймлайном, то я часто пользуюсь сочетанием клавиш Ctrl плюс стрелка вверх или вниз, чтобы переместить выбранный слой ровненько так, вверх или вниз. Также мне часто приходится отключать и включать слои, чтобы сравнить перекрытие, к примеру, какое из этих перекрытий лучше. Вот чтобы никто не сдвигать слой, а потом снова возвращать, просто его удобно выключить, чтобы он не отображался на playback'е. Это команда Enable по прав кнопке мыши. Опять же, протыкивать прав кнопку мыши и выбрать Enable — это долго и скучно. Довольно часто я использую синхронизацию звука, потому что, к примеру, для роликов на YouTube я пишу звук отдельно на Zoom и постоянно синхрю. Либо закидываю все в Pluralize, но это отдельная тема. В таком случае на таймлайне нужно выделить нужные слои, нажать прав кнопку мыши, выбрать синхронизацию, потом по аудио и окей. Это долго! Я повесил эту команду на Alt-S. Ну, типа, есть команда S, которая заменяет скорость, а есть, типа, Alt-S — альтернативная версия, которая заменяет синхронизацию. Хитро! Теперь пререндер. Если у нас есть вот такие красные области на таймлайне, то пример нам дает понять, что на таком участке используется сложная графика или применены там тяжеловесные эффекты, которые, пример, скорее всего, просто так слету не воспроизведет без подлагивания. В таком случае, нажимая Enter, пример будет просчитывать вот эти красные зоны. Если мы укажем область рендера с помощью IEO, то просчитывать он будет только те участки, которые находятся в этой рендер-области. Но бывает такое, что нужно просчитать весь ролик, даже те области, которые отмечены желтым. Они иногда тоже могут подлагивать. Вот нужно посмотреть в видео так, как будто бы оно зарендерилось финально. Для таких случаев у меня есть в ход кей Ctrl плюс Enter, а команда называется RenderInToOut. Кстати, в дальнейшем, если мы хотим ускорить рендер, то нажимая Ctrl M, то есть рендерное окно, можем поставить галочку на Use Previews. В таком случае он не будет заново рендерить зоны, которые отмечены зеленой. Когда мы через Enter либо Ctrl плюс Enter просчитываем ролик, то наш пример делает что-то типа превьюшки у себя там хранит в папках. И когда мы начинаем рендерить через Ctrl M, выбирая Use Previews, он не рендерит финально вот эти зеленые области, которые отмечены. Он просто берет превьюшку, которую уже делал ранее, и подставляет ее так быстрее. Как я уже говорил, все мои настройки можете скачать по ссылке в описании. Просто закидывайте этот файлик в эту папку, а уже потом в Keyboard Shotcast выбирайте мой пресет. Если ты используешь другие интересные хот-кеи, то делись, пиши об этом в комментах. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Я рассчитываю на твою поддержку, твой лайк, комментарий, подписку. Мне будет очень приятно. А еще у меня есть инстаграм, в котором тоже много всего интересного. Заценивай, подписывайся, прокачивайся. Пока!